День рождения День рождения День рождения Здравствуйте! Мы с вами находимся в Доме творчества школьников города Ковтлоярве, где сегодня большой праздник. Танцевальный коллектив Mad Masters Crew сегодня празднует свой 15-й день рождения. Съехали из гостей с разных уголков Эстонии. Давайте посмотрим, что здесь происходит. В Доме творчества школьников в субботу прошел чемпионат Республики по брейк-дансу Mad Masters 15th Anniversary. Были приглашены гости из Силамяя, Нарва и Хви Таллина. В официальной части директора ДТШ Анна Рентика Валерий Корд поздравили и поблагодарили всех руководителей, родителей, участников гостей. Вручили памятные подарки, а детям и зрителям сладкое угощение. В кружке на данный момент занимается 60 человек. Они участвуют как в республиканских фестивалях, чемпионатах, так и в международных. Руководитель кружка Ирина Горохова и ее помощники не только отдают свою любовь и терпение детям, но и являются инициаторами республиканских конкурсов среди брейкеров и довирума. Мы попали на бэкстейдж. Итак, ребята, как вас зовут? Кирилл. Даник. Откуда вы, Кирилл и Даник? Ехали. Какую команду вы представляете? Д.В.С. Крю. Еще раз. Д.В.С. Крю. Вот такие вот сложные комбинации. Страшно выступать было? Это ваше первое выступление или вы уже привыкли на расслабоне так? Ну а сейчас мы еще будем выступать. Сегодня еще не танцевали вообще? Волнуетесь? Немножко. Сколько вы уже занимаетесь брейком? Шесть. Семь лет. Ничего себе! То есть вы уже такие прожженные мастера практически. Что вы пожелаете всем выступающим? Удачи, побед. Да, много медалей и кубков. Можете помахать ручкой и передать привет своей команде и удачи! Ну а этого человека, я думаю, представлять не надо. Но если кто не знает, Наташа Шеворчина. Это мировая известность, это наша гордость, нашего города практически. Ну, естественно, Наташа, это правда. Расскажи, пожалуйста, что ты сегодня здесь делаешь? Какова твоя роль? Сегодня меня пригласили побыть в качестве жюри в номинации хип-хоп баттл, там один на один и также шоу категория. Ты находишься здесь с самого утра? Нет, только сейчас пришла, так как у меня с утра были у самой тренировки. И вот такой вопрос. Расскажи вообще про свои эмоции. Вот ты побыла здесь какое-то время, уже посмотрела. Что? Как здесь? Ну, мне очень нравится атмосфера. Пусть, к сожалению, да, стыду всем, народу сегодня не очень много. Но мне кажется, такие мероприятия нужно посещать как можно чаще, больше. Посмотреть. Очень приятно, что много мальчиков танцуют брейк и хорошо танцуют, успехи. И приходите, танцуйте больше и смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажи, а вообще тяжело ли судить малышей, взрослых, неважно вообще, в принципе, вот? Ну, конечно, тяжело, потому что некоторые понимают это как танец, некоторые это понимают как спорт. Поэтому очень трудно судить, да? Скажи, вот уже сейчас прошло уже много часов, как ты здесь уже находишься. Кого ты можешь отметить? Может быть, кого-то индивидуально или какую-то команду? Да нет, на самом деле индивидуально никого не могу отметить. Все очень сильно растут. С каждым днем, да, с каждой минутой просто. Скажи, что самое тяжелое вообще вот в брейке, вот на твой взгляд? Какие-то элементы, может быть, которые удаются уже ребятам делать? На мой взгляд, самое тяжелое, наверное, это заниматься и продолжать этим делом. Сколько лет ты уже занимаешься? Одиннадцать. И привет можешь передать? Мам, салют! Этот человек сегодня зажигает на сцене, он поддерживает как танцоров, так и, в общем-то, настроение в зале. Как вас зовут? Меня зовут Вахур Агар, или Вако, просто Вако. И я танцую в такой местонародной команде Original Skills. Как давно ты занимаешься этим? Ох, уже давно, тринадцать лет, где-то так уже. Ты уже профессионал. Ну, как еще раз? Профессионал уже, говорю. Нет, я уже старенький. Уже через. Да, я танцую сейчас активно, везде побольше Европы. И помогаю молодых, как я и тренирую. И я, как сегодня, пришел сюда, чтобы смотреть, как уровень, как мелкий. И как? Супер. В итоге чемпионата. В категории Kids первое место заняла команда Masters of Future, а также в этой категории 1 на 1 победил Илья Грязных. В категории Juniors первое место заняла команда Unreal Rhyme, также в этой категории 1 на 1 победил Герман Вайкян. В категории Adults первое место заняла команда Mad Masters Crew. В категории Учитель плюс ученик первое место принесла команде Last Warning. В категории Hip Hop 1 на 1 первое место заняла Марта Вунш из города Таллинн. В категории Best Show первое место заняла команда Mad Masters Crew. Молодежный портал из Депати поздравляет коллектив Мэтт Мастерсклю с днём рождения и желает покорения новых творческих вершин. Ну а это были молодежные новости. Дом творчества школьников. С днём рождения Мэтт Мастерсклю. Данил Тиденко, Алиса Линтер. Специально для вас. Лен. Ленка, ну смотри. Чего? Слушай. Алиса, что это? Это корж. Какой корж? Ты была в субботу в ночном клубе Найтлай. Что там было-то? Послушай, что там было. Молодежная вечеринка под названием Play. Давайте посмотрим, как это было на самом деле. А чё, нормальная музыка, кстати. А я тебе про что и говорю. Вырубай, коржа. В ночном клубе Найтлай прошла вечеринка электронной музыки Play. Посетитель клуба ожидал интересное мероприятие. Всю ночь работали три арены с различными музыкальными направлениями, на которых за музыку отвечали шесть диджеев. По приезду в клуб команду из The Party порадовало обилие звука на главной арене, порадовало и обновленное световое оформление. Конечно, на какое-то время мы ощущали себя ёжиками в тумане. Одним новшеством оказалась CO2 Пушка. Весело, интересно, но нервный тик прошёл только в понедельник. Несмотря на громкий звук Пушки, это было очень удачным комбинационным моментом играющего трека. На втором этаже, кроме популярной клубной музыки, отдыхающих радовали девушки Гоу-Гоу, чьи танцы зажигали даже изрядно уставших посетителей. Было крайне приятно видеть работу охраны, которая, учитывая все проблемные моменты всех прогрессивных вечеринок, справлялась со своей задачей и любезно провожала сомнительных личностей, не умеющих себя вести к выходу. Надо отметить и специального гостя, которого знает клубная Эстония. Имя Григория не самое распространённое имя в стране, но его сокращённая форма Жора уже стала именем нарицательным. Сам Григорий прославился как организатор вечеринок АКГП, которые за короткое время набрали бешеную популярность в нашей стране. В эту пятницу в большинстве школ праздновался и учител. В этот день старшеклассники дают немножечко отдохнуть своим учителям, берут на себя все тяготы их работы, потому что проводят за них уроки. Более того, они успели подготовить поздравления для своих учителей. А что из этого получилось? Давайте посмотрим. Дорогие наши учителя, мы все хотим поздравить вас с Днём Учителя. Профессия учителя для нас самая лучшая. Мы согласны! Мы хотим пожелать вам счастья, здоровья и чтобы вам прибавили зарплату. Мы согласны! С Днём Учителя! Поздравляем! Дорогие учителя, мы последние выпускники Кохтлоярдской и Склиновской гимназии 2013 года хотим поздравить вас с этим ярким днём. С Днём Учителя! И хотим пожелать вам побольше сил и энергии. Учитель! На рук самых важных храните И словно второй наш родитель Он с детства по жизни ведёт. Учитель! На славном жизни учите Про правду и ложь расскажите И что в дальних странствиях ждёт. Накануне Дня Учителя молодёжные новости решили сделать репортаж поздравлений для всех тех, кто связан с этой профессией. Семьи, семнадцатая школа! Поздравляем наших учителей с наступающим днём учителя! Желаем вам хорошо учить детей дальше и денег побольше. Привет! Это третья школа. Поздравляем своих учителей. И вот, Сталин, мой любимый учитель. Я из четвёртого Б-класса. Здравствуйте! Я из Кислинской основной школы. Из пятого Б-класса. Поздравляю Сяло Степановича и желаю ему много добра и счастья. Здравствуйте! Я из Кислинской гимназии, ой, из Кислинской пыхи и коль. Поздравляю Наталью Кузнецову с наступающим и желаю всего наилучшего. Поздравляю Кислинскую основную школу с 65-летием. И желаю ей новых учеников и всего добра. Поздравляю Наталью Учителя! Наталью Учителя! Хотели бы вы себе школьную форму? Ну, да. Скорее всего, если бы она была бы какая-нибудь оригинальная или креативная, чтобы дети вели себя послушно и учились на одни пятёрки. А я желаю здоровья учителям и большого им терпения. И воистину здоровья и дальнейших успехов в столь сложной науке, как педагогика. От лица всех учеников Силамея Кану Могоколь поздравляем вас с профессиональным праздником Днём Учителя! Мы желаем вам побольше хороших учеников, которые будут любить вас и ценить. Хорошего настроения, чтобы ваши ученики вас не забывали. Больше позитива, чтобы улыбка на вашем лице была чаще. С Днём Учителя! Мы ещё раз хотим поздравить всех! Днём Учителя! С вами были Алина Захарова, Даниил Диденко. Молодец! Лена, что это думаешь? О чём думают большинство людей, когда приближается пятница в выходные? Что делать? Куда пойти? Вот и я об этом же думаю. А давайте-ка спросим у Антонина. Куда пойти? Толь, куда? Здравствуйте! В эфире рубрика «Куда пошлю?» И сегодня я расскажу вам, куда пойти в этом месяце. В четверг, 10 октября, кинотеатр «Амадеус» приглашает вас на сеанс фильма «Джобс. Империя соблазна». Сеанс начинается в 19.00. 12 октября на сцене Ихвисского концертного дома состоится концерт народных танцев. На сцене встретятся сразу пять разных коллективов. Ожидаются гости из Сталина, Силамяя, Нарвы и Нарваису. Более ста танцоров порадуют вас своим выступлением и покажут народные танцы. Концерт начинается в 17.00. Дом творчества школьников города Кофтлоярви приглашает вас 24 октября в 10 утра на седьмой фестиваль детской песни «Виру Келуки-2013». На сцене выступают вокальные ансамбли и солисты детских садов города Кофтлоярви 24 октября в 10.00. Театр Коши Куклачева приглашает вас в Большой зал Ихвисского концертного дома 27 октября в 16.00. С вами была рубрика «Куда пошлю?» и я ее ведущая Антонина Лапсу. Смотрите выпуски молодежных новостей на портале sdparty.net И не забывайте, что в Нарве тоже существуют молодежные новости. С ними можно ознакомиться на портале nordv.eu А с вами были ведущие Алиса, Лена, молодежные новости sdparty.net Оставайтесь в кадре. Субтитры создавал DimaTorzok